Доброго времени суток всем подписчикам канала «Записки маляка». Сегодня попросил для своего друга я сниму обзор главного свидетельного щита и расскажу периодические основы для взятия в параллель двух сольфоновых генераторов и следующих работ. Начнем мы с вами с секции 220 вольт. Как вы сразу здесь видите, примерно все расположено по классике, а именно амперметр и его переключатель. То есть вы можете с помощью переключателя посмотреть, какой ток потекает на определенный фаз. Прибор ПКИ, прибор контроля сопротивления изоляции сети 220 вольт, вольтметр и, соответственно, его переключатель. Сейчас у нас, например, показывает напряжение между фазами ТР. Можем переключить на СТР. Вот у нас чем длинулся и также 220 вольт. Вы переключаете от люминесцентных ламп. Вот эти лампы у нас расположились на секции движения, немного за ними, чтобы было освещено. Вот кнопочка «Крест-тест», она относится, условно скажем, прибор контрольной изоляции. Почему я говорю условно? На инструкции к данному девайсу у нас эти лампочки вообще не фигурируют, но посудовой схеме они собраны. Таким образом, что тоже помогают определить, если у вас посадки изоляции нет. Нажимая эту кнопку, скажем так, общий провод, я вам привожу схему к данному видео, он замыкается на корпус и, соответственно, если у вас подвухла лампочка R, значит, что у вас фаза R сидит на корпусе. А тут нет она потому, что фаза, которая приходит на эту лампочку и которая сидит, скажем так, на корпусе, вот, через трансформатор, у них нету разности потенциалов и поэтому эта лампочка будет тухнуть, то есть, только там не будет. Вот так же относится к другим лампочкам. Вот то же самое. Также привыкли при нажатии этой кнопки стрелка должна отскакивать, хотя тоже сразу же оговариваю, что это в инструкции не прописано. То есть, для данного девайса есть специальные тестовые контакты и тестируются немного по-другому, но на всех судах практически встречается такая как регуляция. Теперь я вам покажу сам этот девайс и как менять уставку. Сам девайс расположился у нас вот здесь. Я приближу сейчас. Вот и вы можете увидеть уставку 1 мегаом. 1 мегаом это приемлемая уставка для сети 220 вольт. Откуда берется вот эта вот приемлемая уставка, скажем так? То есть, она может зависеть от политики компании. Естественно, чем она лучше? Чем она больше? То есть, тем раньше у вас выскочит сигнализация и тем, естественно, лучше. Либо регулируется классом судна. Например, если класс у судна EBS, American дуров шиппинг. То есть, там, напомню, подписано 1 мегаом и это является приемлемой изоляцией. Приемлемой уставкой для данного девайса. Далее расположились у нас автоматы. L1 это освещение, соответственно, U2 освещение. N1 это навигационное оборудование. A1 у нас по машине расположились. Engine Control Console это питание девайса, скажем так, устройства, которые расположились на машиной консоли. Она находится за мной. Вот. Ну и, соответственно, вы можете все почитать. Достаточно понятно. То есть, пожарная, навигационная и одни. Система инертного газа. Система силы ТУ. Внизу у нас с вами расположились трансформаторы. То есть, автоматы их вторичных обмоток, которые уже идут в нагрузку. Вот. То есть, здесь мы видим с вами механический интерлок, защитное устройство, чтобы вы их не включили одновременно. В некоторых ситуациях, то есть, параллельная их работа может быть опасна. Поэтому сделали такой интерлок. Вот. По 220 вольт, в принципе, все. Переходим дальше. Дальше у нас с вами расположились по двигателям 440 вольт. В основном это различные насосы типа вентилятора. С вами расположился номер первый. Engine Bull Band Fun. Это вентилятор машинного отделения. Он с вами гонит заблокный воздух в машинное отделение. Вы можете увидеть. Вот этот счетчик. Когда у нас работает данный вентилятор. Вот сейчас у нас работает. Вот. Этот счетчик колесик у нас крутится и считает, сколько часов данный электродвигатель у нас в работе, соответственно. Это необходимо, чтобы мониторить обслуживание, проводить, сменять подшипники, где-то проводить смазку, шприцевание, в зависимости от типа подшипников. У нас находится спейс-хитер, то есть, подогрев. Иногда скапливается конденсат статурных обмоток. Это поможет от него избавиться. Ниже расположился у нас с вами такой же машинный вентилятор, но уже он у нас включен напрямую через байпас, поиск и через инвектор. То есть, у нас он крутится на полные обороты. А с помощью инвента этого контроллера мы могли бы с вами регулировать обороты. То есть, например, если у нас воздух заблокный холодный, и вентилятор на полную мощность на все обороты, нам бы в машине стало холодно, мы смогли бы настроить его на меньшие обороты. Далее у нас это положительность насоса. Я вам вкратце их покажу, их такое много. В основном они одинаковые, просто их несколько. То есть, у центра пуля. Вот это насосы охлаждения центрального холодильника, пресной воды. Вот насосы охлаждения джекета, то есть зарубашечного пространства, главного двигателя МЕ. Как вы видите, конфигурация, в принципе, везде одинаковая у нас с вами. Положение в автомате, либо в мануале, то есть в ручном режиме включен запуск, многочка стендбай, приходит питание и счетчик. В принципе, такое у вас будет случаться на всех насосах. Что значит авторчейндж? Как я вам говорил, на судах используется система резервирования. То есть, если выйдет один насос, обязательно должен быть второй, потому что у нас новые переходы. Вот, и использование только одного насоса, в принципе, невозможно. То есть, у нас с вами стоит авторчейндж, и он у нас работает. Соответственно, это первый насос зарубашечного пространства. Я вам сейчас перед у вас в другую панель и покажу, что должна закрыться кнопочка стендбай. То есть, соответственно, следующий, другой насос под номером 2. Давайте к нему перейдем. Следующий насос под номером 2. Сейчас я вам его подожду. Так, где он у нас? Вот у нас второй номер насоса. Зарубашечного пространства. У него договорит кнопочка стендбай. То есть, он готов к запуску. Предположим, первый насос у нас выходит из строя, либо что-то случается, к примеру, с давлением, то есть, он не качает и прочее. То есть, у нас там стоит и состат, который срабатывает по низкому давлению. Вот. Внутри находится девайс, который поможет также запустить, если первый насос выйдет из строя. Также, если у нас случился блок-аут и обестачивание, то, видите, здесь написано Second Start, то есть, последовательность стартов насоса. То есть, когда судно полностью у нас обесточилось, потом подвозь питание, насосы не могут сработать все сразу, так как это будет, опять-таки, большой повышенный ток, выбьет автоматы и прочее. То есть, есть определенная последовательность запуска насосов, учитывая их пусковые токи и, соответственно, важность этих насосов. Вот. Здесь все по классике, также счетчик и так далее. До этого видео просто ставил на паузу. Как вы видите, насосы тоже очень странно, то есть, второй номер внизу, а тот, насколько вы помните, был вверху. Поэтому я вам немного пришлось поискать уже. Так, продолжим. Теперь переходим к панели генератора. То есть, вот у нас здесь генератор. AC у нас значит alternate current, то есть переменные напряжения 430 Вольт, фагмент 60 Гц, 1312.5 КВА. 5 КВА не в курсе КВА, это актиловольт ампер. Это полная мощность, это не актильная мощность. КВА, обозначение полной мощности. КВА, обозначение активной мощности. КВА, киловольт ампер реактивный. У нас, к сожалению, нет этого показания. Это реактивная мощность. Вот. Вот панель у нас 440 Вольт. И такой же прибор контроля изоляции, только на 440 Вольт, с такими же аналогичными лампочками и кнопкой теста. И так, друзья, мы дошли до синхро-панели. Здесь очень много всего расположено. Но сейчас я вам расскажу подробно, что именно это, что отвечает. Сейчас задаю тебе вопрос, как произвести синхронизацию генератора, произвести генератор по одолеи для дальнейшей их работы. Вот. И сейчас я вам объясню теоретическую часть и постараюсь показать по максимуму. Сам уже скажу, у нас на студии установлены в синхронных и щеточных генераторах. Вот. И чтобы произвести их точную синхронизацию в основном режиме, должно выполняться 5 условий. Первое из них, это напряжение, должны совпадать по фазе. Второе. Одинаковые должны быть частоты генератора. Когда я говорю генератор, это значит генератор, который вы хотите подключить, и генератор, который уже подключен на шине, соответственно. Третье условие. Напряжение сети должно быть равно включаемого генератора. Четвертое условие. Чередование паз генераторов должно быть одно и то же. Это условие выполняется при монтаже генератора. Точнее, на заводе, можно сказать. И вам не придется взять ему особого внимания, но знать его важно. Пятое условие. Формы кривых, мгновенных напряжений генератора и сети, соответственно, должны быть одинаковыми. Это чисто конструктивная особенность генератора. Чем грозить невыполнение условий? Эти условия созданы не просто так. Естественно, если их не выполнять, будут последствия. Например, если напряжения разные будут по своим значениям у генераторов, то будут уравнительные тропы. Благодаря ему возрастает механическое усилие в генераторе и приездном скачке, естественно. Это, конечно же, плохо. Если у вас будут разные по фазе напряжения и частоты, то это приведет к напряжениям биения. Это тоже, конечно же, плохо. И что-то такое вам можно показать. Например, если у вас напряжение, скажем, генератора и напряжение генератора подключено на сети, было сдвинутое по 180 градусов по фазе, то можно считать, что это почти короткое замокание. То есть это очень серьезно. Теперь перейдем непосредственно к тому, что у нас расположено на синхронной панели. Что-то, что отвечает, куда смотреть. Я вам все расскажу. Итак, начнем. Прежде всего, это у нас с вами расположены индикационные лампы, то есть сигнализации. То есть low-winteration, низкая изоляция, 440-220, 440-220, тоже есть ситуация. MSB, MSB, это main switchboard, то есть это главный распределительный щит. Emergency switchboard, ESG, это аварийный распределительный щит. Низкое сопротивление изоляции, L6. L6, это расположено под полубаком освещения, то есть панель. Это носовое освещение, то есть на мачте, можно сказать, низкая изоляция 224-вольта. Различные аварийные стопы. Ошибка питания, то есть отсутствие 24-вольта. И power management system common-of-normal. Это PMS, это power management system, то есть это alarm по какому-то дизель-генератору, допустим, что-то там с частотой, что-то еще случилось, то есть тоже выползает вот это полтоваром. Важная иконка, сразу же говорю, это тоже показывает индикацию, что работает. И вот это вот важно смотреть всем. То есть emergency generator у нас, аварийный дизель-генератор, готов к работе, находится в автомате. Часто после недельных тестирований, проверок забывают поставить автомат. Важно смотреть, чтобы это всегда горело. Далее у нас расположен здесь ваттметр, шины генератора, частотометра шины генератора, синхроноскоп, нагрузка генераторов, то есть киловатт, активная нагрузка, напоминаю. Вот. Третья, первая, вторая и третья, соответственно. И показывает лампочки. ACB. ACB это air socket breaker, воздушно-автоматический выключатель. Вот он у нас расположен ниже. Только это автоматический воздушно-выключатель секции аварийного, аэрща, то есть. А вот этого, например, второго дизель-генератора. Вот он вот так выделил. Итак. У нас с вами находится контроль вот этих автоматических воздушно-включателей. Мы их можем в ручном режиме замкнуть, разомкнуть. Вот. И так же три штуки. Для дюнёвых рукоятка. Сейчас я вам расскажу, для чего они. Установка, какой у вас будет дизель-генератор находиться в режиме готовности. В случае, если один выйдет устроен, и что-то случится, второй запустится. И в данном случае у нас стоит номер три. Вот. Давайте я вам его покажу. Вот он номер три. Но сейчас у нас работает. А вообще, когда он будет запущен, у вас будет гореть вот эта лампочка. Всё в стендбай. То есть, первый генератор готовый к запуску. Он у вас на готовый. Итак, рассказал я вам уже про условия. Куда теперь смотреть? Например, у вас работает третий дизель-генератор, и вы хотите подключить второй дизель-генератор на параллельную работу. То есть, провести синхронизацию. Первое, что мы идём, это выбираем, какой дизель-генератор будем смотреть. То есть, фреквенции вольтметра. То есть, мы будем ставить вот сюда, вот два. Их нужно повернуть. Вот. Эти повернули. И в том дизель-генератор у нас стоит, пока что вот он у нас. Вот он стоит. Видите? Он не работает. У него ноль напряжения, ноль напуски. Вот. Поэтому у нас, соответственно, вольтметр, его напряжение, вот это напряжение шире. Вот. Видите? У нас ноль. Я верну, как было. Это первое. Вот. То есть, так по порядку. Как я вам и говорил, третий дизель-генератор у нас в работе. Кого вы хотите взять? Соответственно, переключаем вот сюда, вот подвиклить северный сметр. Ставим генератор второй. Сразу же идём, чтобы напряжения были одинаковые. Соответственно, смотрим вот сюда. Это будет не второй у нас генератор. Это у нас генераторная сторона. То есть, это у нас показывается сторона основных шин, а это генераторная сторона. То есть, в этой стороне может быть любой генератор, который вы включите вот на этом селекторе. Вот. Также касается и чистоты. Это чистота на шинах и генераторная сторона. Этот селектор завязан. Видите? Фриквенция вольтметра. Он отвечает за два. Сразу же и сюда, и сюда. Вот. Далее у нас расположился свитка на скоб. То есть, сейчас я вам тоже расскажу, для чего значить. Итак, третий дизель-генератор у нас работает и второй выходите запуск. Начинаем мы с того, что запускаем второй дизель-генератор. Вон он у нас находится. Я отпускать не буду. Буду показывать, что туда. Видите, у нас стоит самоуправление. Автоматическое ручное. Переключаем его в ручное управление. Этот селектор. Дальше запускаем дизель-генератор. Соответственно, поворачивайте лучку вправо, чуть на себя и вправо. Он у вас запускается. У вас появится напряжение 440 вольт. Смотрим выходные газы дизель-генератора. Даем немного прогреться. Хотя они находятся в горячем резерве. То есть, у нас на дизель-генераторах, напомню, охлаждающая жидкость у нас подогревается. То есть, у нас есть электрический масляный насос, так скажем, который приулк. То есть, идет пресс-маска. Пока дизель-генератор стоит, и его механический насос не работает. Когда он запускается, электрический отключается. Итак, второй дизель-генератор у нас запущен. Теперь, соответственно, вам надо наблюдать эти параметры. То есть, переключили на генератор второй. Смотрим. Наши будут совпадать. Окей. Это условие выполняется. Смотрим чистоту. И потом мы с вами переключаем синхроностоп на генератор номер 2. Что у нас с вами будет происходить? У нас с вами будут вот так вот крутиться лампочки. У нас здесь установлено 3 лампочки. Согласно инструкции, здесь оно написано, что замкнуть автоматически верхнюю, автоматический отключенный выключатель, тогда, когда верхняя лампочка погаснет. Вот. Верхняя лампочка у нас, она у нас подключена к одноименным фазам генератора. Нижние две подключены к разноименным. Соответственно, когда у нас будет одинаковая частота, то есть, напряжение будет совпадать по фазе, верхняя лампочка у нас погаснет, нижние две будут светиться с максимально ярким свечением и находиться под линейным напряжением, так как они подключены к разноименным фазам. Напомню, что линейное напряжение – это напряжение между фазами, разное. А фазное напряжение – это напряжение между одной фазой и, скажем так, землей. Вот данный тоже нам будет помогать в показании вот этого синхроноскопа. То есть, куда купить, медленнее или быстрее. Как происходит настройка частоты? Вы с вами увидите ручку говернера. Вот это второй говернер. То есть, вот эта рукоятка у нас с вами есть рейс увеличить, как бы быстрее, медленнее. Поворачиваю ее вправо, у нас подается питание на реле, которое в свою очередь замыкает и подает питание на сервомотор вот этого говернера, который установлен на дизель-генераторе и управляет топливной рейкой дизель-генератора. Соответственно, подается питание, мотор чуть-чуть вращается, топливную рейку чуть закидывает, либо наоборот оттягивает. Подавая больше топлива, дизель-генератор вращается у нас быстрее. То есть, допустим, у нас частота бас-сайт в А60 Гц, как и должна быть, все нормально. Генераторная частота генераторной стороны у нас будет где-то вот здесь, куда, там 59,5. Нам необходимо добавить еще частоты, соответственно, мы этой рукоятки поворачиваем, увеличим больше топлива, визель-генераторная частота чуть увеличивается и будем ориентироваться на лампочки. Стоит отметить, что лампочки могут вращаться как в одну сторону, так и в другую медаль. Это зависит от того, какой дизель-генератор вращается быстрее, соответственно. И важно понимать, что не только важно, чтобы совпадала частота вращения ротора и генератора, но и совпадало их положение относительно обмоток статора и генератора. Это тоже важно. И при помощи этого устройства мы все сможем с вами точно синхронизировать. Когда верхняя лампочка у нас погаснет, у вас, соответственно, рука стоит на готове, верхний, вот, ACP Control, на том числе на вздушном закричателе, мы нажимаем с вами Close, автомат замыкается, визель-генератор входит в параллель, то есть они вместе работают. И все, как-то так примерно и происходит. Подставим гавернером штабу. У меня шокер-прейкер два на готове. Субтитры сделал DimaTorzok